Добрый день, уважаемые слушатели! Мы начинаем наш семинар с издательством просвещения. И сегодня мы поговорим о методических рекомендациях для подготовки к ОГЭ по испанскому языку. Ведущие вебинара Кузьмина Елена Владимировна, членов КР по испанскому языку. И Павленко Татьяна Борисовна, членов КР по испанскому языку. В ходе семинара вы можете писать ваши вопросы. И в конце мы обязательно на них ответим по тем темам, которые мы будем затрагивать. Итак, прежде всего мне хотелось бы обратить ваше внимание, что в издательстве просвещения в 2018 году вышло учебное пособие из серии «Я сдам ОГЭ». Это сборник по немецкому, французскому и испанскому языку, в котором разбираются типовые задания по ОГЭ в 2018 году. И вы можете воспользоваться этим пособием для подготовки к этому экзамену. Авторами пособия являются Руслан Александр Анатольевич, Гадрань Ильи Акакьевна, Судориан Михайловна, Кузьмина Елена Владимировна, Павленко Татьяна Борисовна, Витринская Виктория Владиславовна, Горбачева Екатерина Юрьевна. Это члены-разработчики экзамена и поэтому материалы, которые вы будете использовать для подготовки, выверены разработчиками контрольно-измерительных материалов. Ну, мы сегодня поговорим о подготовке к экзамену по испанскому языку. Наш вебинар мы адресуем прежде всего тем ребятам, которые готовятся к сдаче этого экзамена. Скоро наступает уже экзаменационная пора и хотелось бы дать последние рекомендации, последние пожелания для сдающих. Ну, а также наш вебинар будет полезен для родителей, учеников, которые хотят сдать этот экзамен, и преподавателей, учителей школ, чтобы наилучшим образом подготовить своих учеников. Итак, что содержится в нашем пособии? Вы там найдете краткую информацию и краткую характеристику экзаменационной работы. Мы сегодня поговорим об этом. Также к каждому заданию есть пошаговые рекомендации по выполнению этих заданий по аудированию, по чтению, по грамматике и лексике, по письму и говорению. На сайте просвещения к данному пособию выложены для скачивания аудиоматериалы. Это тексты для аудирования. А также в пособии есть два варианта экзаменационных работ для самостоятельного решения. И ответы к этим вариантам вы тоже сможете найти на сайте издательства просвещения. Цель нашего пособия, конечно же, подготовиться, помочь вам, подготовиться учащимся к основному государственному экзамену по испанскому языку, по немецкому и французскому. И в результате работы с пособием ученик сможет получить следующие знания. Вы увидите формат заданий ОГЭ и процедуру оценивания каждого задания. Вы сможете получить и потренировать те навыки и умения, которые необходимы для сдачи такого экзамена. Ну и, конечно, методические рекомендации и задания в нашем пособии построены таким образом, что, прорешав все задания, обратив внимание на рекомендации, вы сможете получить навыки самоанализа и самокоррекции ошибок, таким образом избежать их уже в сдаче экзамена. Обратимся непосредственно уже к структуре экзамена. В этом году, в 2018 году, экзаменационная работа, как и прежде, состоит из двух частей – письменной и устной. Все важные документы, которые необходимо изучить перед прохождением экзамена и в процессе подготовки к экзамену, можно найти на сайте Федерального института педагогических измерений, фипи.ру. Какие же это документы? Это демоверсия экзамена, кодификатор и спецификация. Вот эти три документа обязательны к изучению для преподавателей, которые готовят учащихся к экзамену и для самих учащихся. Какие типы заданий входят в ОГЭ по испанскому языку? Есть три типа заданий в этом экзамене. Задание с выбором ответа, задание с кратким ответом, который нужно записать в определенные графы, и задание с развернутым ответом. Задания распределяются следующим образом. Посмотрите на разделы, которые мы имеем в этой экзаменационной работе. Первый раздел – аудирование. Число заданий здесь написано 8, но вы должны понимать, что это три задания, три больших задания, к которым нужно дать несколько ответов, так скажем, заполнить несколько графов в бланке ответов. В разделе аудирования есть задания с кратким выбором ответа и с выбором ответа. Максимальный балл по разделу аудирования – 15. Раздел «Чтение» – второй раздел в экзаменационной работе. Здесь номинально 9 заданий, но он включает два блока. Это небольшие тексты с кратким выбором ответа и большой текст на понимание запрашиваемой информации с кратким ответом. Максимальный балл – 15. Третий раздел «Лексика» и «Грамматика». Здесь 15 заданий с кратким выбором и максимальный балл за этот раздел можно получить 15. Следующий раздел, четвертый – «Письменная часть» или «Письмо». Здесь всего одно задание, которое состоит из написания ответа на письмо с Тиму, письмо, которое вы получаете от вашего друга по переписке. Тип этого задания – это задание с развернутым ответом. Здесь проверяются навыки продуктивной речи. Это одно из сложных заданий в экзамене. И максимальный балл – 10. В данном задании существует отдельная таблица критериев оценивания этого задания, которую можно найти в демо-версии. Эти критерии шкалы оценивания необходимо изучить до экзамена, чтобы быть готовым выполнить задания на максимальный балл. И следующий раздел – раздел «Говорение». Включает в себя три задания с развернутым ответом. Мы отдельно и подробно разберем эти задания в ходе нашего вебинара. Ну, общий балл, который возможно получить после выполнения экзаменационной работы – 70. Время выполнения экзаменационной работы. Так как у нас две части, мы сначала выполняем письменную часть. На нее отводится два часа – 120 минут. Мы говорили о том, что письменная часть включает несколько разделов, вот четыре раздела, и мы рекомендуем на каждый раздел затрачивать не более 30 минут. Но напоминаем, что это только рекомендуемое время, оно никак не регламентируется, и сдающий может в процессе написания работы уменьшить или увеличить внутри этих 120 минут время на решение каждого раздела. Единственное, что стоит отметить, что в разделе аудирования тексты будут представлены для учащихся два раза, и, собственно, вот этим временем и будет ограничена ваша возможность решения этих заданий. И когда учащийся переходит к устному ответу, то его устный ответ составляет 15 минут на решение всех, на ответ всех трех, на все три задания. То есть общее время выполнения экзамена – 135 минут. Ну, перейдем к рассмотрению разделов экзамена и заданий, которые ученики встретят во время сдачи экзамена. Первый раздел – аудирование. В него входят три задания разного типа и двух уровней сложности. Обратим внимание на первое задание. Первое задание проверяет умение понимать основное содержание текста. Вам будут для прослушивания предоставлены четыре диалога, которые будут включены два раза, и необходимо будет определить, в каком месте происходят данные диалоги. «En la farmacia», «En el cine», «En la librería», «En la cafetería», «En el centro comercial». Здесь даны ответы, которые нужно определить и потом выставить нужную цифру в графу на бланке ответов. Как происходит выполнение этого задания? Перед тем, как вы услышите первый раз все эти мини-диалоги, на записи будет пауза в 20 секунд. Мы настоятельно рекомендуем за эти 20 секунд просмотреть те опции, которые вам даны в задании, и продумать, прикинуть, какие же диалоги могут проходить. Например, «En la farmacia» в аптеке. Вероятно, продавец, фармацевт спросит у посетителя рецепт, или может быть запрошена цена на то или иное лекарство. Вот такие ситуации общения можно заранее продумать, прикинуть в голове и уже быть готовым во время прослушивания услышать, схватить ключевые слова и выражения, которые помогут вам сделать выбор. Но обращаю внимание, что одна из опций является лишней в данном задании. В пособии есть транскрипция, есть распечатка одного из диалогов, который показывает учащимся, как найти ключевые слова, как понять, по каким выражениям можно понять, где происходит диалог. Следующее задание номер два. В данном задании нужно выбрать утверждение, которое передает основную мысль высказывания. Развучит пять высказываний. Это небольшие монологи. И учащимся предлагаются утверждения, они выглядят, которые нужно выбрать, которые отражают, передают основную мысль каждого монолога. Перед первым прослушиванием этих монологов будет пауза в 30 секунд, и мы обращаем ваше внимание, что за это время вам нужно прочитать данные утверждения, понять их, и быть готовым определить, к какому монологу относится каждое утверждение. Одно утверждение лишнее. После первого прослушивания будет 30-секундная пауза, когда вы можете записать ответы в нужную графу. И после второго прослушивания также вы получите паузу, но уже в 20 секунд для окончательной проверки и принятия решения, какие ответы, куда вы запишите. Обращаю внимание, что во всех монологах тематика высказываний схожая. Ну, как здесь, например, вы видите, что основная тема высказываний «нос де верес де каса». Ну, а вот эти домашние задания, домашние дела, они освещаются каждым говорящим с разных точек зрения. В этом и есть сложность определения главной, основной мысли каждого монолога. Перейдем к следующему заданию. Задание 3.8. Более сложное задание. Вы услышите диалог или интервью, как в данном случае, в данном случае с молодым испанским скрипачом, и вам будет необходимо ответить на те вопросы, которые задаются к этому интервью. Вам даются вопросы или утверждения, которые нужно закончить, и несколько вариантов ответа на эти вопросы. Ну, как и в предыдущих заданиях, будут паузы для того, чтобы вы ознакомились с заданием. Здесь пауза перед прослушиванием составляет 60 секунд. За эту минуту вы сможете прочитать все задания, все вопросы и предполагаемые ответы на них. Пока вы читаете, вы уже сможете как-то сориентироваться, понять, о чем будет диалог, настроиться на лексику, грамматику этого диалога. Это поможет вам услышать ключевые фразы, ключевые выражения для ответа на вопросы. После первого прослушивания дается пауза в 30 секунд, и после второго прослушивания будет еще одна пауза в 30 секунд, во время которой вам нужно будет записать уже окончательные ответы на бланк ответов. Ну вот мы поговорили об аудировании, теперь перейдем ко второму разделу, чтение. В чтении у нас два задания на уровне сложности, и они проверяют умения в разных видах чтения. Первое задание, ну или задание номер 9, как в экзамене, вы увидите небольшие текстики, они носят научно-популярный или публицистический характер, и ваша задача подобрать заголовки, которые выше вы видите, к каждому из текстов. Один из заголовков лишний. Обращаю внимание, что тексты эти, они также на одну тематику, но освещают ее с разных сторон. Ну вот здесь, например, тема музыки. Какие наши рекомендации для сдающих? Каков алгоритм выполнения этого задания? Мы советуем вам просмотреть, сначала просмотреть все тексты глазами и прочитать, внимательно прочитать заголовки. После этого нужно прочесть все тексты еще раз, даже каждый текст, читаться в каждый текст, и попытаться соотнести заголовки с этими небольшими текстиками. Найти ключевые слова, которые помогут вам отнести тот или иной заголовок к тексту. Ну и в конце, конечно, не забудьте вписать ответы в таблицу. Следующее задание выглядит таким образом, вы получаете текст довольно большой, и к нему предлагается семь вопросов или семь утверждений, на которые нужно ответить verdadero, falso или no se menciona. текст также носит художественный или публицистический характер, но он более объемный, и в данном случае мы рекомендуем бегло прочитать текст первый раз, после чего ознакомиться с заданиями к этому тексту, и при втором прочитывании текста вы сможете обращать внимание именно на те части, на те предложения, которые были в заданиях к тексту. Хочется отдельно подчеркнуть и обратить ваше внимание на опцию no se menciona. В тексте не указано. В данном случае, пожалуйста, когда вы читаете текст и отвечаете, не пользуйтесь своими фоновыми знаниями или логикой. Здесь важно отродить именно то, что было в тексте. И если в тексте какая-то информация не была указана, не додумывайте ее, выбирайте ответ, но se menciona, не указано, не указано в тексте. Следующий раздел «Лексика и грамматика». Традиционно этот раздел встречает сложности у сдающих. Здесь проверяются грамматические, лексические навыки испанского языка. И задания выглядят как небольшие тексты связанные, это не отдельные предложения, а небольшие связанные тексты, которые нужно вставить те слова, которые вы видите справа большими буквами. Но эти слова нужно соответствующим образом грамматически преобразовать. Ну вот в данном случае у нас стоят глаголы, их нужно поставить в нужные формы, видовременные, согласовав при этом времена, поставить нужные лица и числа глаголов, не забыть, что некоторые глаголы имеют отклонения в своем сопряжении, не забыть про орфографию, так, глагол «ОЛЕР» при форме третьего лица «УЭЛЕН» появляется буква «АЧЕ». Орфография в данном задании тоже учитывается. Слова не только должны соответствовать грамматическое и лексическое содержание, но и быть правильно написанными. Следующее задание тоже из этого раздела «Лексика и грамматика» имеет такой же вид, это небольшой текст, но здесь предлагается использовать некоторые словообразовательные модели испанского языка. Так может образовываться из существительного прилагательное или с помощью суффиксов и аффиксов мы можем образовывать глаголы существительные от прилагательных и так далее. В этом разделе «Лексика и грамматика» используются следующие аффиксы и суффиксы для словообразования, я их перечислила для образования глаголов, существительных, прилагательных, наречий. Эту же информацию вы сможете найти в кодификаторе и в спецификации по испанскому языку более полно раскрыта грамматическая лексическая часть, которая проверяется в экзамене. Но обращу только внимание на то, что порой для выполнения этого задания недостаточно просто добавить к исходному слову тот или иной суффикс. Нужно преобразовать слово соответствующим образом. Например, valor, если нам необходимо прилагательное образовать из существительного, то мы будем использовать суффикс oso, при этом изменив основы несколько, изменив вальосо. Бывают преобразования так скажем обратные, когда мы из прилагательного образуем существительное, например, армонь йошо, а согласно контексту нам требуется существительное, и мы образуем армония. Преобразование на речи, помним, которое образуется с помощью суффикса мэнтэ, помним о гласных перед суффиксами, так, делисйосо будет преобразовано в делисйоса мэнтэ, и в орфографии важно не ошибиться. Когда мы говорим о грамматических преобразованиях, конечно, это не только согласование времен, и согласование вроде и в числе, могут быть следующие преобразования, если мы видим числительное, то, как правило, его нужно преобразовать, это числительное, порядковое, так, например, uno, primer, primero, primera, или множественное число, не забывайте согласовывать эти слова с контекстом. Ну, или обратите внимание при подготовке на тему образования сравнительных степеней прилагательных. Ну, в любом случае, грамматическая тематика, лексическая перечислено в кватификаторе и в спецификации, я еще раз обращаю на это внимание, вот эти документы, которые нужно знать, которые нужно изучить при подготовке к экзамену. И последний раздел письменной части, это раздел письмо, и данный раздел, включает всего одно задание, 33-е, это личное письмо. Оно проверяет навыки продуктивной речи, и выглядит оно вот таким образом, здесь уже само задание на испанском языке, в отличие от предыдущих. Вам дается отрывок из письма друга, это письмо стимул, в котором друг по переписке испанской вам задает три вопроса. И ваша задача ответить на это письмо. Вы ограничены в объеме, вы можете написать ответное письмо всего лишь состоящее из 100-120 слов, но при этом необходимо соблюдать формат личного письма и ответить полно и четко на три заданных вопроса. В пособии вы найдете несколько примеров оформления личных писем. Я здесь вам решила показать только один пример и обращу ваше внимание, как оформляется личное письмо. Что мы хотим увидеть в ответ на это задание. Справа вверху краткий адрес Москва Руссия Санкт-Петербург Руссия не нужно писать полный адрес с улицей и номером дома достаточно только город и страна. Под адресом под кратким адресом пишется дата она может выглядеть как здесь на слайде или может быть записана цифрами. Далее следует обращение Горида Эсперанца она может быть в другой форме главное чтобы это обращение соответствовало личному письму и при формальном общении. Одной из обязательных частей письма будет вводная фраза которая отсылает нас к письму друга и в котором отвечающий благодарит за это письмо истою контента дэреси вир тукар далее следует тело письма в котором вы отвечаете на три заданных вопроса напоминаю что ответ должен быть полным и четким так например если в вопросе вам вас спрашивают где и когда ты отдыхал в прошлом месяце на последних каникулах полным ответом на такой вопрос будет фраза ну например на прошлых каникулах я был в Санкт-Петербурге и это было месяц назад например то есть обращайте внимание на вопросы которые вам задали обращайте на те времена которые там используются вопрос может быть задан о каких-то будущих событиях например куда ты поедешь на эти каникулы этим летом соответственно и ответ должен прозвучать что этим летом я планирую поехать туда-то и туда-то следующее на что стоит обратить внимание это логические переходы в письме логика изложения это отдельность критерий которые будут оцениваться при проверке ответа на вопрос ответа на это задание соответственно после фразы где учащийся благодарит за получение письма необходимо сделать как логический мостик который приведет к ответу на запрашиваемую информацию ну например в своем письме ты мне пишешь о каникулах я еще о чем ты меня спрашиваешь об этом это и будет являться логическим переходом от одного абзаца к другому часто спрашивают можно ли писать ответы на вопрос каждый ответ в отдельном абзаце да можно если каждый абзац не будет состоять из одной маленькой фразочки согласитесь в данном случае логика деления на абзацы будет нарушена если вы даете развернутые 2-3 предложения в ответ на каждый вопрос то их можно будет оформить как отдельные абзацы главное при этом не превысить объем который вам задает 100-120 слов ну и после тела письма после ответа на вопросы друга следует должным образом попрощаться то есть написать ссылку на будущие контакты ну как здесь например espero tener yes to yes pronto завершающая фраза muchos без или любая другая фраза в пособии вы найдете несколько примеров таких заключительных фраз после заключительной фразы обязательно ставится запятая и на отдельной строке подпись подпись без точки элена в данном случае достаточно только имени так как вы пишете письмо другу ну вот таким образом выглядит последнее задание письменной части хочу обратить внимание что когда вы будете писать это письмо это задание обязательно ознакомьтесь с критериями оценивания письма она имеет несколько эти критерии имеют несколько делений несколько критериев это критерии содержания критерии организации текста и собственно языковое оформление текста они оцениваются отдельно и затем каждая оценка все эти оценки складываются ну а теперь я приглашу Татьяну Борисовну Павленко которая расскажет вам о следующей части экзамена а именно о говорении добрый день уважаемые коллеги я расскажу об устной части УГ раздела 5 говорения в нашем пособии рассматриваются все три типа заданий они снабжены инструкциями комментариями а также предлагается ряд заданий для самостоятельного выполнения все задания снабжены аудиозаписями которые можно скачать на сайте издательства просвещения давайте обратимся к разделу 5 говорения данный раздел проверяет умение устного иноязычного общения предлагаемых коммуникативных ситуациях максимальное количество баллов которые может набрать учащийся за выполнение устной части 15 время устного ответа составляет 15 минут на одного отвечающего на данном слайде мы видим таблицу в которой представлены все три задания указан уровень их сложности вы видите что все три задания предполагают развернутый ответ мы видим примерное время выполнения задания и баллы которые может получить участник ОГЭ первое задание это чтение вслух небольшого текста второе условный диалог расспрос и третье тематическое монологическое высказывание с вербальными упорами в тексте задания еще раз повторю что максимальное количество баллов за устную часть 15 как успешно подготовиться к сдаче устной части ОГЭ во время ответа ведется аудиозапись после выполнения задания устной части участнику необходимо прослушать аудиозапись своего ответа чтобы убедиться что запись выполнена качественно если участник неправильно прочитал слово или фразу у него есть возможность еще раз прочитать это слово и эту фразу и экспертами будет оцениваться именно последний вариант ответа необходимо полностью выполнить поставленные задачи говорить ясно четко соблюдать время компьютер контролирует время подготовки и устного ответа участника ОГЭ временная шкала на экране компьютера помогает ориентироваться во времени и каждое последующее задание выдается после окончания выполнения предыдущего задания мы переходим к заданию 1 устная часть экзамена проводится в компьютеризированной форме и участник ОГЭ на экране компьютера видит сформулированное задание и текст конечно сначала участнику предстоит прочитать этот текст про себя затем шепотом и только потом вслух на этом слайде в том же самом тексте выделены слова которые могут вызвать трудности у участника прежде всего стоит обратить внимание на числительные а также на слова в которых есть ряд сложных звуков давайте посмотрим на следующем слайде инструкции которые помогут успешно выполнить это задание а потом еще раз вернемся к этому тексту при прочтении текста про себя участник обращает внимание на сложные слова в этих словах находятся следующие звуки представленные буквами С 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 Необходимо дифференцировать все эти три звука мы должны соблюдать правила произношения межзубного глухого звука С и альвеолярного С принятые в аберийской фонетической норме однако если участник привык к фонетической норме какого-либо национального варианта испанского языка который не использует этот межзубный звук то это не будет считаться фонетической ошибкой в том случае если это правило будет соблюдаться во время выполнения всего задания необходимо избегать смягчения зубных согласных Т Д позиции перед гласными И Э А также с дефтонгами Е Ё Ё Ё Я И трефтонгами Я Ё Е Необходимо дифференцировать одноударный Р и многоударный раскатистый Р так как неверное произношение этих звуков ведет к искажению текста грубым фонетическим ошибкам также необходимо правильно произносить раскатистый звук Р в начале слов начинающихся с этой буквы и после согласных Н Э Буквы сочетания Е можно произносить как щелевой боковой плавный звук Е или как Е как буква Игриега Как и в случае с межзубным звуком Т при использовании одной или другой норм испанского языка участник должен соблюдать это правило во время выполнения всего задания Недопустимо опущение согласного Д в сочетании АГО но возможно его ослабление Допускается полное исчезновение согласного Д в конце слова оканчивающихся на букву Д И мы вернемся к тексту первого задания и посмотрим на слова выделенные красным цветом в которых возможно какие-то можно встретить какие-то трудности прежде всего это числительные выделены здесь сейш досы досы трес и также словосочетания в которых содержатся вышеуказанные звуки уна эдукацион басика солида эстудио социалис эдукацион артистика и физика мы видим здесь представлены все трудности которые есть у нас в списке это буквы с это эсэ также мы видим буквы т д артистика дифференты перед гласными и э также мы видим окончание адапталоз который мы должны четко произносить после того как участник прочитал текст про себя просмотрел этот текст выделил слова которые могут вызвать трудности он обращает внимание на знаки припинания и делит текст на смысловые группы с помощью пауз более короткие паузы внутри предложения более длинные в конце предложения аминуда динаминана кому кулейхи эсэ ком ненсу динайду кассу на облигатуре необходимо и важно также правильно оформлять предложение с точки зрения фразового ударения мы помним что знаменательные части речи в испанском языке ударны в то время как в то время как предлоги союза и артикли служебной части речи как правило нанесут ударение при чтении текста необходимо правильно оформлять предложение с точки зрения движения тона смысловые группы в конце предложения произносится с нисходящим тоном это означает законченность неконечной смысловой группы произносится с восходящим тоном означающим законченность в рассматриваемом нами тексте о структуре начального образования Испании отсутствуют вопросительные и восклицательные предложения но есть несколько предложений с перечислением все эти предложения утвердительные у них нисходящая интонация но следует обратить внимание на несколько предложений сводными словосочетаниями которые требуют восходящей интонации мы продумываем интонацию различных предложений и здесь приведен пример из текста первого задания учащихся учащихся Участник прочитывает текст шепотом, чтобы убедиться, что никакие слова не вызывают у него затруднений, и затем читает текст вслух. Участника есть две минуты, ему необходимо читать внятно, выразительно и не торопиться. И мы переходим ко второму заданию устной части ОГЭ. В задании 2 участнику предлагается принять участие в телефонном опросе по определенной теме в рамках школьной программы. Школа, семья, досуг, увлечение, занятия спортом, путешествия, праздники, еда, транспорт и так далее. Перечень этих тем указан в кодификаторе. Необходимо понять на слух 6 вопросов и дать на них ответы. Очень важно отметить, что воспроизведение вопросов на экране компьютера не предусмотрено. Каждый вопрос звучит только один раз, и для ответа отводится 40 секунд. За каждый правильный ответ можно получить один балл. Таким образом, максимальное количество баллов за второе задание 6. На этом слайде мы видим второе задание для тренировки. Потому что мы только учимся в нашем пособии выполнять задание 2 по говорению. И у нас есть такая возможность сначала увидеть текст задания, а потом уже послушать аудиозапись. Но мы помним, что на экзамене такой возможности не будет. На экзамене участник на экране видит только сформулированное задание 2. Давайте посмотрим на это задание. Во вступлении речь идет об отношении подростков к музыке и другим видам искусства. И мы видим с левой стороны вопросы, которые нам будут задавать, а с правой стороны варианты ответов. Как можно ответить на эти вопросы? Давайте рассмотрим для примера первый вопрос. Какую музыку вы обычно слушаете? После вопроса следует пауза в 40 секунд. И мы настоятельно рекомендуем отвечать на вопрос как можно быстрее. Потому что нужно успеть проговорить свой ответ в течение этих 40 секунд. Возможный ответ участника. Суэллэ скучар на музыка рок. Тамбьен на густе эль хаш. Абэцэш эскучу альбуды на музыка классика. Обычно я слушаю рок-музыку. Мне нравится джаз. Иногда я слушаю что-то из классической музыки. Обратите внимание в варианте ответа на то, что отвечать нужно распространенным предложением. Ответ в виде одного слова или словосочетания не засчитывается. И еще раз перечень инструкций для выполнения второго задания. Как я уже сказала, участник сначала прослушивает вступление. Понимает в рамках какой темы ему будут сейчас задавать вопросы. Он внимательно слушает эти вопросы. Вопрос звучит только один раз. Повторное прослушивание вопроса невозможно. И участник старается давать полные и точные ответы. В критериях оценивания не оговаривается количество предложений, которые нужно ответить на каждый вопрос. Можно ответить на вопрос одним распространенным предложением. Или несколькими предложениями. Главное, чтобы был дан полный и точный ответ. Еще нужно обратить внимание на то, что некоторые вопросы требуют более развернутого ответа. Например, вопросы с портей. Потому что в ответе на них необходимо еще обосновать свое мнение. И теперь мы переходим к третьему заданию. В третьем задании участнику предлагается высказаться по предложенной теме в рамках школьной программы. На подготовку отводятся полторы минуты, в течение которых необходимо ознакомиться с заданием и продумать предстоящий ответ. Записи делать нельзя. Непосредственно на ответ отводятся не более двух минут. Максимальный балл за третье задание – 7. На экране участник видит сформулированное задание, а также три пункта плана, по которым ему предстоит дать полный развернутый ответ. Давайте посмотрим, какие рекомендации предлагаются в нашем пособии. Для того, чтобы получить высокий балл за монологическое высказывание, участнику необходимо развернуто раскрыть все аспекты, указанные в задании. Монологическое высказывание должно содержать не менее 10-12 фраз. В среднем получается по три фразы на каждый пункт, плюс вступительные и заключительные фразы, которые нельзя пропустить, о них нельзя забывать. Сначала участник внимательно читает задание, продумывает план ответа, вступление, о чем он будет говорить, основная часть – раскрытие всех трех аспектов плана, и в заключении он подводит итог к вышесказанному и выражает свое мнение. Необходимо строго придерживаться заданной темы, избегать длинных сложных предложений, потому что так легче допустить ошибки, и соблюдать время. В соответствии с рассматриваемым нам и заданием, третьим, необходимо рассказать об использовании интернета, и участник должен дать развернутые ответы по следующим пунктам, для чего люди используют интернет, какие существуют обучающие сайты для учеников, может ли интернет нанести вред пользователям и каким образом. И мы видим в третьем аспекте плана вопросительное слово «порке». То есть, когда участник будет отвечать на третий пункт, ему обязательно нужно будет обосновать свое мнение, ответить на вот этот вопрос «порке». Рекомендуется раскрывать аспекты плана в той последовательности, в которой они представлены на экране. Таким образом, нельзя будет пропустить ни один из этих пунктов, потому что если участник рассказывает в какой-то другой последовательности, он может забыть раскрыть один из этих пунктов. И это уже повлияет на его оценку. В нашем пособии предлагается перечень выражений, необходимых для представления темы, для соблюдения логики высказывания и для выражения своего мнения. В пособии мы подробно разбираем вот это задание, представленное про интернет, а также еще некоторые задания для самостоятельного выполнения. Я решила на этом слайде показать возможные вступления и возможные заключения для третьего задания. Мы продумываем наше вступление и вводим тему об интернете и говорим о том, что интернет вошел в нашу жизнь, и его использование очень часто становится неизбежным. Таким образом, очень быстро передавать информацию важную по электронной почте, проводить разные международные встречи, делать покупки, не выходя из дома. Вы видите, что та же вступление представлена двумя фразами. И в заключении участник говорит о том, что он хотел бы еще раз добавить, что интернет это очень полезный инструмент, если он используется разумно. При оценивании ответа особое внимание обращается на логичность и связанность высказывания. Мы должны использовать правильно языковые средства передачи логической связи. И также обращается внимание на композицию ответа, наличие вступления, основной части и заключения. Обратите внимание, что в критериях оценивания не упоминается время ответа. Если ответ занял меньше положенного времени, например, монологическое высказывание длится полторы минуты вместо двух, то это не отражается на количестве выставленных баллов. Главное, чтобы текст был прочитан полностью и без ошибок. Это задание 1. Чтобы были даны ответы на все вопросы, это задание 2. И раскрыты все заданные ответы во время монологического выступления в задании 3. Однако, если ответ займет больше положенного времени, то эксперт не сможет оценить ответ полностью. Оценка таким образом будет снижена, поскольку в аудиозаписи будет отсутствовать часть ответа участника. И на следующем слайде мы видим шкалу пересчета первичного балла с выполнением экзаменационной работы в отметку по 5-бальной шкале. Результаты экзамена могут быть использованы при приеме в профильные классы средней школы. И ориентиром это ориентир составляет 56 баллов. Я еще раз напомню, что максимальный балл за устную часть ОГЭ составляет 15 баллов. Спасибо всем за внимание и желаем всем участникам экзамена удачи! По-прежнему снижается оценка засмешивания испанского и латиноамериканского вариантов произношения. В презентации я говорила о том, что у участника есть право использовать фонетический вариант, который он выбрал, но он должен его придерживаться во время всего ответа. То есть не смешивать испанский и латинский варианты произношения, потому что это уже будет считаться ошибкой. Вопросов у нас больше нет, поэтому мы прощаемся и желаем всем удачи на... и желаем всем удачи!